Ваше, если вас защищает, а если вы защищаете, то вы повязываете не сам себе, не сам себе, не сам себе. Тут требуется, чтобы это сделал, но и не батюшка. Естественно, батюшка опора видит синюю шестиконечную звезду и поймет, что тело плохо. ИНМ всем выдали, а теперь еще и повязки повязываю. Так вот, коллеги, это должен быть не обязательно родственник, это может быть ваша подруга, но тот, кому вы полностью доверяете, в ком вы не чувствуете зависти, злобы в свой адрес, а только хорошее, только хорошее. Поэтому все могут после занятия с этим подойти к Ларисе. Потому что этот человек единственный, кто в нашей школе ко всем слушателям чувствует только хорошее. И она вам повяжет, когда освободится. На левое запястье вяжется специальная красная нить. Она делается не из любого материала, эта нить красная. И делается так, в идеале, чтобы было 7 узелков. 7 планет, 7 узелков. Но это как получится. Но должно быть так. То есть, чтобы завязать и чтобы было 7 узелков. Так, 7 узелков сделать. И когда это делается, то произносится специальная молитва. Естественно, она на иврите. Но многие из вас у нас Индию изучали. Мы там тоже шпарили на санскрите вдоль и поперек. Вы же понимаете, да, что если ты изучаешь по-настоящему. Амайю мы изучали. Вы же называли тонали и нагуали майянскими именами. Поэтому здесь по-другому невозможно. Когда нить вяжется на левое запястье, произносятся слова. Они у вас есть, эти слова. Слова звучат так. Бен Парад Йосеф. Йосеф. Ну, Йосеф это... Мы это Иосиф называем, но читается Йосеф. Бен Парад Йосеф. Бен Парад Алей Аин. Это специальная молитва, которая и профилактика от сглаза, и она снимает, как вот такая программа антивирусная, которая удаляет и имеющиеся вирусы с рафи, сглазы. Вот у нас был такой курс эзотерический, черное и белое. Ну, небольшой курс был, раза два всего. Кто был на черном и белом? Молодцы многие. И мы там как раз на эти темы и говорили. О сглазах, о порчах, о том, что это вполне реальное явление. Хоть, конечно, нам могут покрутить пальцем у виска, но, коллеги, говорю вам ответственно, сглаз существует. Потому что есть люди глазливые, чернолунные, которые, как касьян, на что глянет, все пьянет. И это реально так. Кто-то обладает мощной энергетической защитой, не пробивая. И на него, как ни смотри, а он все не вянет. Уже и так на него посмотрели. И эдак глянули, а он, как дух, стоит и не вянет. Это мощная энергетическая защита. Но она не у всех. А у человека со слабой защитой этот сглаз, как говорят экстрасенсы, пробой эфирного тела. Пробой эфирного тела, на вот этом вот языке это называется. И вы повязали и произносите слова Бен Парад Йосеф, Бен Парад, Алей Аин. Алей Аин. А теперь перевод этой загадочной фразы. Перевод на русский язык. Перевод интересный, потому что тут целое такое сравнение мощное. Оказывается, звучит это так. Росток плодоносный Иосиф. Росток возвышающийся над сглазом. Иосиф это тот, который попал в ефиртянах, и который там сумел во вражеском, так сказать, стане сделать блестящую карьеру и стать личным помощником фараона. И вот в чем тут смысл? Сравнение такое, как рыбы на земле покрыты водой, и дурной глаз не имеет над ними силы. Так не имеет дурной глаз силы над потомками Иосифа. Мы не потомки Иосифа. Но каждый, кому повязали на левое запястье эту красную нить и произнесли слова, автоматически становится потомком Иосифа, неуязвимым для сглаза. Неуязвимым для сглаза. Глаз, и еще тут одно предложение мудрое. Глаз, не позарившийся на то, что ему не принадлежит, не подвластен дурному глазу. Смысл какой? Если мы никому не завидуем, то нас и не сглазят. Здесь подтекст такой, что нельзя никому завидовать. Как бы этого не хотелось. Завидуешь, тебя сглазят. Что значит завидуешь? Смотришь глазами, такими вот заведущими на кого-то или на что-то, тебя сглазят. А если можешь не завидовать, то и тебя не сглазят. Вот этот пример с рыбами, что рыб невозможно, их вода накрывает, и вот так вот и нас накрывает вот эта молитва. Вот этот пример, он очень сильный, и он, конечно же, дает нам большую, огромную, огромную поддержку в жизни. Бен, парад, йосеф, бен, парад, алей, алин. Эти слова произносятся в момент повязывания. Кто повязывает? Добрый человек, который не испытывает к объекту ритуала плохих чувств. Ребенок заболел, сделайте это, он сразу пойдет на поправку. Бен, парад, йосеф, бен, парад, алей, алин. Носить, носить день, потом надо, чтобы нить отдохнула, и потом снова. Это можно повязывать каждый день. Себе нельзя. Нам кто-то должен. Себе самому нельзя. Коллеги, вы стали обладателями мощной, Лариса, мощной молитвы. предупреди про...